А сейчас, как вы прокомментируете вынесенный вам обвинительный приговор? Я даже не знаю, как это сказать. Вы согласны с обвинительным приговором? Я вообще не согласен с обвинительным приговором, я уже сказал это на последнем слове, я пояснил, в общем-то, свои доводы и почему я это делал. Вы вину свою признаете? Нет, абсолютно. Это не является экстремизмом. Вы считаете, что суд прошел справедливо и объективно? Нет, не справедливо, не объективно. Я могу сказать, что конституция у нас не работает, демократия, о которой у нас заявляют во всем мире, ее просто нет. Ее нет, мы не демократическая страна, абсолютно. Мы не светская, не демократическая республика. Приговор, обвинительный приговор в ваш адрес, вы считаете справедливым, обоснованным? Нет, я его не считаю несправедливым и необоснованным, потому что, во всяком случае, по сегодняшнему процессу, по сегодняшнему дню и по последним, то есть по последним двум дням, и так все понятно и видно. Я думаю, что люди и сами будут делать некие выводы и понимать, что происходит. Это просто некий заказ. Некий заказ, который выполняется вот так вот, очень быстро. Его нужно сделать до конца месяца, потому что назначен суд был на 5-е число, и его вдруг переносили на 28-е, на 29-е, причем в один день. Я первый раз за 5 месяцев, сидя в тюрьме, стал, наверное, юристом намного больше, чем я был. Я не был просто юристом вообще. А тут я видел, сколько процессов. У людей приговоры откладывались по 5 раз. По 7 раз у одних я видел, приговоры откладывались. А у меня в один день прошло 4 процесса, как минимум. Вас осудили за поддержку ДВК, как экстремистской организации. Считаете ли вы ДВК и его лидеры экстремистами? Во-первых, я не считаю эту организацию экстремистской. Во-вторых, я хочу пояснение дать о том, что нельзя обвинять организацию, которая не является на территории казахстана организацией вообще, вообще в целом. А не может быть организация так не имеет юридического статуса здесь. Я немного в этом понимаю, так как я владел двумя-тремя компаниями и знаю процесс процедуры регистрации того или иного юридического лица. Тем более общественная организация при регистрации там 10 человек. Если есть я и Аблязов, где остальные 8? Я сколько пытался вызвать Аблязова сюда в суд, привлечь как свидетеля через видеоконференц-связь, в чем судья мне отказал. Хотя бы познакомиться с этим человеком, который является моим партнером по общественной организации. Если я членом этой организации являюсь, одним из, как я понял, организаторов, и являюсь финансируя эту организацию или какую-то группу лиц, ну хотя бы знать руководителя этой организации, познакомиться с ним что ли? Как вы пришли к тому, что надо поддерживать ДВК? Вы были простым предпринимателем, в последние месяцы вы были безработным. Я стал смотреть по сторонам, я стал просто сообщаться с людьми, с обычными простыми людьми. В марте месяца я выехал сюда за город, в поселок. Я увидел, как они живут, это ужас. Они не жалуются. Вы раскаливаетесь с этим? Абсолютно. Спасибо.